привет друзья хочу еще раз разрывать немножко по процедуре поиска джоп-оффера в соединенных штатах вы наверное видео 10 на эту тему я вот одно и то же говорю 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 но не слышал то же самое как про шенген три видео записал буквально вот одно за другим и вчера мне уже просто сотрудница сказала в офисе все равно нам непонятно почему они задают такие вопросы давайте поэтапно вот каждую фразу разберем посмотрели видео вместе ну давайте вот еще одно запишите пожалуйста подскажите прям четко что этого должна быть иммиграция у нас заказано тогда шенген бесплатно ну сказал уже вот еще раз третий раз вчера прямо в эфире и сегодня утром я получаю скриншот от сотрудниц опять не поняли я не знаю наверное тогда что-то с головой этого зрителя тут уже ему не помочь иммиграция его не спасет ладно давайте про поиск жоп-оффера детально четко и понятно если кто-то не поймет один раз второй раз третий пять двадцать тридцать раз посмотреть это видео потом задавайте вопрос поиск жоп-оффера если вы живете вне америки мы делаем через базы данных через различные сайты через открытые закрытые источники мы не гарантируем вам трудоустройство мы не работодатели мы не проводим интервью с вами по skype мы лишь даем вам вакансии из баз данных если вы не хотите за это платите хотите искать это самостоятельно ищите это самостоятельно это не просто найти эти вакансии иногда приходится обсмотреть 100 сайтов и выбрать то что вам нужно потому что некоторые ставят узкие определенные рамки какой-то определенный штат или какую-то определенную профессию и какие-то определенные компании его интересуют например есть такие заказчики мне нужны только вот айтишные компании там google facebook там microsoft apple и так далее то есть большие компании я хочу чтобы меня туда взяли там по визе h1b заходишь сайты ищешь варианты которые есть сейчас от этих компаний офферы и даешь эти офферы после того как даны офферы вот дан допустим список офферов там 30 офферов 30 предложений клиент должен связываться с этим работодателем если работодатель ему не отвечает есть email допустим hr службы клиент пишет туда свою резюме он не получает ответ значит этому работодателю ваше резюме не понравилось значит этому работодателю вы не нужны и когда люди возмущаются работу я там разослал 30 email обо мне не ответили так это нормально начнадо рассылать еще 30 потому что представьте сколько людей на этот email присылается всего мира и они хотят также работать как вы в apple огромное количество выбирает лучших из лучших значит вы не лучше из лучших второй пример ответили на ваша резюме и назначили вам skype конференцию у нас был недавно такой случай прошла претендентка skype конференцию с работодателем работодатель сказал я дам ответ и не дал ответ не взял на работу претендентка начинает мучиться а что же случилось а может у меня плохой английский а может быть я ему не понравилось особенно это вот у женщины такое есть надо здесь успокоиться вот мой ответ значит вы ему не понравились значит он нашел другого искать дальше не ждать вот когда вам ответят в конце концов если вам ответят и вы начали уже искать кого-то другого вы всегда можете к нему вернуться к этому работодателю если он вам конечно нравится поэтому даже после того как вы прошли skype интервью вам могут отказать вы тоже должны к этому быть готов поэтому я например рекомендую всем тем кто хочет жить в америке если вы хотите быстрее приехать то рассмотрите какой-то другой вариант быстрого трудоустройства вы можете приехать турвизи потом здесь поменять статус многие приезжают подают на убежище кто-то находит себе жену мужа кто-то здесь внутри страны меняет на рабочую визу такое тоже возможно хотя это очень тяжело я недавно про это рассказывал даже пример привел девушки которая тоже блогер и она приехала работать в детском саду детские садики проезжаем и справа вот два детских садика русских и работодатель внутри америки здесь сделала ей рабочую визу то есть она приехала по турвизи нашла работодателя и внутри она не выезжая из сша получила здесь рабочую визу в сша она очень подробно рассказывает свою историю такие примеры тоже есть может быть вы возьмете сразу же иван стажировку я тоже недавно рассказывала университете в манхэттене который дает вам диплом американский сертификат а потому что вы обучились буквально там три месяца уже отучиться вы получите диплом международного менеджера и вас будет уже стан тайфл вы знаем будете всегда с работодателем проще общаться потому что он будет понимать что вы отучились у вас хороший английский вас есть диплом и потом идете и работаете если вас вы понравитесь этому работодателю стажировки вам будут платить деньги мало того ваша супруга или супруг могут работать сразу же вот они прием вы пока еще учись три месяца они уже могут работать и зарабатывать деньги вам будет хватать денег для того чтобы покрывать вашу учебу потому что ваш супруг будет работать такой вариант тоже более быстро то есть вы приехали здесь начинаете учиться супруг супруга работают потом закончили вы также идете работать нравитесь этому работодателю и потом с ними под с ним пытаетесь договориться там о рабочей визе может быть какой-то еще другой статус у вас появится сходите к адвокату проконсультируйтесь может быть вы подуван попадаете и так далее то есть какие-то варианты всегда находятся умных людей всегда находится хороший вариант поэтому если вот вы там например заказали поиск жопуфер но вот полгода но ничего не находится ну значит надо идти другим путем если вам нужна с этим нужны соединенные штаты если нужны соединенные штаты но значит ищите когда работодателя в других странах в канаде например там кстати через работодателя проще эмигрировать то есть там через рабочую визу ты можешь получить уже перед карту но мы тоже с канадскими адвокатами записываем видео с двумя есть видео на канале и и с двумя блогерами есть и с тремя тоже с блогерами ну в общем порядка пяти человек которые рассказывают о эмиграции в канаду можете посмотреть и я там задаю специальные такие острые вопросы как через работу эмигрировать что для этого нужно скоро запишу видео по эмиграции в канаду трайк драйверов тоже следите за каналом так что действуйте все в ваших руках и не разочаровывайтесь если вас не берет работодатель по вашему резюме ищите другие пути значит